Михаил Зощенко. Административный восторг. Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко интересная личность. Оно, конечно, жалко, не помню, в каком городе эта личность существует. В свое время читал об этом начальнике небольшую заметку в Харьковской газете. А насчет города позабыл. Память дырявая. В общем, где-то около Харькова. Ну, да это не суть важно. Пущая население само разбирается в своих героях. Небось узнают. Фамилия Дрожкин. Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городе. Даже по совести говоря, не в городе, а в местечке. И было это в воскресенье. Представьте себе, весна. Весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка, возможно, что зеленеть начинает. Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифуют. И тут среди населения гуляет собственной персоной помощник начальника местной милиции товарищ Дрожкин с супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпа, зонтичек, калоши. И гуляют они, ну, прямо как простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему тротуару. Доперли они до угла бывшей казначейской улицы. Вдруг... Стоп! Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара свинья мотается. Такая довольно крупная свинья пудов может быть на семь. И пес ее знает, откуда она забрела. Но факт, что забрела. И явно нарушает общественный порядок. А тут, как на грех, товарищ Дрожкин с супругой. Господи, твоя воля! Да может, товарищу Дрожкину неприятно на свинью глядеть. Может, ему во внеслужебное время охота на какую-нибудь благородную часть природы поглядеть. А тут свинья. Господи, твоя воля! Какие неосторожные поступки со стороны свиньи. И кто такую дрянь выпустил наружу? Это же прямо невозможно! А главное, товарищ Дрожкин вспыльчивый был. Он сразу вскипел. Это кричит, чья свинья? Будьте любезны ее ликвидировать! Прохожие, известно, растерялись. Молчат. Начальник говорит. Это что ж делается средь бела дня? Свиньи прохожих затирают. Шагу не дают шагнуть. Вот я ее сейчас из револьвера тяпну! Вынимает, конечно, товарищ Дрожкин револьвер. Тут среди местной публики замешательство происходит. Некоторые более опытные прохожие с большим, так сказать, военным стажем в сторону сиганули в рассуждении пули. Только хотел начальник свинку угробить, жена вмешалась. Супруга. Петя говорит. Не надо ее из револьвера бить. Сейчас, может быть, она под ворота удалится. Муж говорит. Не твое гражданское дело. Замри на короткое время. Не вмешивайся в действия милиции. В это время из-под ворот такая небольшая старушка выплывает. Выплывает такая небольшая старушка и что-то ищет. Ах ты, говорит Господи! Так вот он где, мой кабан. Не надо его, товарищ начальник, из пистолета пужать. Сейчас я его уберу. Товарищ Дрожкин обратно вспылил. Может, ему хотелось на природу любоваться. А тут, извиняюсь, неуклюжая старуха со свиньей. Ага, говорит. Твоя свинья. Вот я ее сейчас из револьвера трахну, а тебя в отделение отправлю. Будешь свиней распущать. Тут опять жена вмешалась. Петя, говорит, пойдем за ради бога. Опоздаем же на обед. И, конечно, по глупости своей супруга за рукав потянула. Дескать, пойдем. Ужасно побледнел начальник милиции. Ах так, говорит. Вмешиваться в действия и в распоряжение милиции за рукав хватать. Вот я тебя сейчас арестую, свистнул товарищ Дрожкин постового. Взять, говорит, эту гражданку. Отправить в отделение. Вмешивалась в действия милиции. Взял постовой, неосторожную супругу за руку и повел в отделение. Народ безмолвствовал. А сколько жена просидела в милиции и каковы были последствия семейной неурядицы, нам неизвестно. Об этом, к сожалению, в газете ничего не говорится. 1925 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok